Издательство Бомбора. Океан книг. Диана Юмакаева. Проклятие Евы. Как рожали в древности, от родов в поле до младенцев в печи. Вступление. История акушерства начинается вместе с историей человечества, когда на свет появился первый человек, тогда и зародилось акушерство. Долгое время оно не рассматривалось в качестве отдельной специальности, а было лишь частью общей медицинской науки, разделом хирургии. Акушерство считалось слишком легким занятием для полноценного изучения и преподавания. А так как подавляющее большинство врачебной братьей составляли мужчины, то они вовсе не желали посвящать свою деятельность вопросам родовспоможения. Немногочисленных же желающих, осыпали упреками и обвиняли в развращенности. Не существовало даже термина акушерства, умение принимать роды именовалось повивальным искусством – арс-абстетрика. Тех, кто оказывал помощь в родах, звали повивальными бабками или повитухами. Аналогичных названий мужского рода не существовало и в помине вплоть до XVII века, когда во Франции вошло в употребление слова акушер. В переводе с французского акушея означает родить или помогать при родах. Акушерство является частью гинекологии – гин – женщина, логос – наука, учение о женщине и женских заболеваниях. Поведать весь процесс развития акушерской специальности – дело не из простых, но я постараюсь сквозь призму истории рассказать об одном из самых сакральных действ человеческой культуры – принятие родов. Родовспоможение не утратило своей таинственности до сих пор. По сей день сильны в обществе различные предубеждения и суеверия. Сборник самых экстравагантных из них вы также найдете в этой аудиокниге. Я получила огромное удовольствие, описывая историю профессии, к которой принадлежу и которую горячо обожаю. Надеюсь, и для вас прослушивание этой аудиокниги окажется приятным и увлекательным. Часть 1. Роды в истории медицины. Глава 1. Первые люди. Роды у человека значительно отличаются от родов у животных. Наши сородичи-приматы рожают на корточках, дополняя схватки силы тяжести. Плод проходит по прямой и рождается лицом вверх, имея прямой зрительный контакт с матерью. Это позволяет контролировать рождение, даже поддерживать детеныша руками. Самка сразу берет малыша на руки и в первый раз кормит грудью. Если во время родов потревожить животное, то оно может испугаться, убить или покалечить новорожденного. У человека ребенок совершает ряд движений, проходя по родовым путям. Совокупность этих движений в акушерстве носит название «биомеханизм родов». Так как таз человека имеет овальное сечение, ребенок совершает поворот практически на 180 градусов, проходя своим меньшим размером головки в больший размер таза матери. Подвижно соединенные кости черепа смещаются относительно друг друга, способствуя прохождению головки через родовые пути. В момент рождения малыш может быть обращен к правому или левому бедру матери или даже вниз лицом. Женщина не имеет возможности контролировать процесс рождения, а значит справиться в одиночку не получится. Возможно, проблему бы решил широкий таз, но узкий более удобен для прямохождения. Отсюда выражение, что боль в родах – расплата захождения на двух ногах. Хотя во время беременности гормоны обеспечивают размягчение тазовых связок, благодаря чему таз становится шире на 4-5 сантиметров. Этого все равно недостаточно для свободного и легкого рождения головки плода. Американская ученая Сан Хи Ли в книге «Близкие контакты далеких предков. Как эволюционировал наш вид» рассказывает о том, как в 2008 году Марсия Понса де Леон и Кристофер Золенкоффер из Тюрихского университета провели компьютерную томографию черепа новорожденного неандертальца и обнаружили, что плоду приходилось во время родов делать поворот дважды из-за большого размера черепа. У широкоплечих, невысоких, примерно 160-165 сантиметров, с массивной челюстью и выступающими надбровными дугами неандертальцев даже женщины обладали мощной физической формой. Они были плотоядными, постоянно охотились, в том числе на крупных животных – пещерный медведь и шерстистый носорог. Их мозг в объеме превосходил наш – 1200-1600 кубических сантиметров. Были ли неандертальцы первыми, кто испытывал сложности в родах? Если брать за основу такой параметр, как размер черепа, то у первых представителей рода хомо, человека умелого или хомохобилис, появившегося в Восточной Африке около 2,4 миллионов лет назад, рождение новых соплеменников должно было быть относительно свободным. Череп отличался плавностью линий и округлыми очертаниями. Объем эндокрана – рельеф на внутренней стороне черепа, отражающий рисунок крупных борозд и извилин – не превышал 600-700 кубических сантиметров. А вот у архантропов, объединенных пятикантропов и синантропов, появившихся 1,7 миллионов лет назад, скелет по многим размерам и пропорциям напоминал человеческий. Останки архантропов находят далеко за пределами африканского континента, их прародины первые полмиллиона лет, например, на Ближнем Востоке и Северном Кавказе. Подобные долгосрочные вылазки предполагают передвижение исключительно на двух ногах. Средний размер черепа составлял примерно тысячу кубических сантиметров. Это дает основания предполагать, что роды были связаны с некоторыми трудностями и требовали помощи со стороны. Выходит, родовспоможение появилось значительно раньше, чем мы могли себе представить. Однако не все так просто. Биоантрополог Холли Дансвард в своей статье «Эволюция трудных родов и беспомощных детей Гоминид» задается вопросом, что делает роды болезненными? Только ли дело в несоответствии размеров ребенка и таза матери? Холли недоумевает, раз роды настолько несовершенный процесс, то как население Земли достигло цифры в 7 миллиардов? Скорее всего, авторка желает оспорить сложившуюся в 50-х годах акушерскую дилемму. В середине 20 века врачи пытались измерить таз беременных женщин, совершив серию рентгеновских снимков. Тогда и появились зачатки теории о том, что в ходе эволюции объем мозга увеличивался, а размера женского таза нет. Следовательно, человек должен рождаться незрелым, чтобы пройти через родовые пути. Но беременность у человека – одна из самых длинных беременностей среди приматов. Холли Дансвард вместе со своей командой провели ряд исследований и выдвинули гипотезу о том, что малыш рождается в тот момент, когда его энергетические потребности вдвое превышают возможности материнского организма. Женский организм работает на полную мощность в последние месяцы беременности. Тогда потребности плода превышают возможности материнского организма, и мать достигает предела максимальной устойчивости метаболизма, которая примерно в два раза превышает ее базовую скорость метаболизма. Судя по всему, это объясняет срок гистации у людей. Осталось выяснить, объясняет ли это продолжительность беременности и у других видов. Это поможет понять, почему у шимпанзе новорожденный появляется на свет раньше, чем у женщины. Детеныш шимпанзе рождается до того, как возникнет проблема с размером. Так что же заставляет его родиться? Может быть, это расход энергии, идущий на плод? Ученые называют свою теорию гипотезой энергетики беременности и роста плода. EGG – Energetics of Distation and Fetal Growth. Таким образом, Холли и ее коллеги ставят под сомнение теорию о женском теле как об эволюционной дилемме, опровергают стереотип о женском тазе, давая понять, что организм женщины как нельзя лучше приспособлен к беременности и родам. Возможно, одной из сторон теории о кушерской дилемме стало предубеждение, что роды в первобытной общине рассматривались как естественный процесс, и отношение к нему было безразличным, даже жестоким. Когда наступал час родов, то, руководствуясь интуицией, женщина рожала легко и свободно. Как выяснилось, дело обстоит не совсем так. С развитием палеопатологии взгляд на первобытные роды стал меняться. Палеопатология изучает болезненные изменения организмов растений и животных, существовавших на Земле в прошлые геологические эпохи. Иными словами, это патология ископаемых. В ходе радиоуглеводного анализа в скелетах людей каменного века ученым удалось обнаружить изменения, свойственные рахиту. Кроме того, находками стали признаки остеомиелита, переостита, экзостозов, анкилозов, сросшихся переломов, кариеса. Патологию мягких тканей выявить оказалось сложнее, поскольку последние не сохранились даже в египетских мумиях. Таким образом, можно предположить, что и миллион лет назад женщины страдали и умирали от патологических родов. Деформированные рахитом тазовые кости препятствовали самостоятельному родоразрешению, искривленный сколиозом позвоночник причинял массу неудобств при вынашивании ребенка. При этом нельзя не отдать дань первобытным роженицам. В экстремальных природных условиях, при необходимости постоянно добывать пищу, тяжело трудиться. Человеческий род не вымер во многом благодаря невероятной выносливости женщин. Сегодня в некоторых этнических группах женщины рожают, как и миллионы лет назад. Например, индейцы племени Каманчи строят в отдалении от поселений хижины, типи, предназначенные для родов. Иногда женщины изолируются там и в период менструации. Роженицам оказывают помощь их матери, старшие подруги, прообраз будущей акушерки. Они делают массаж живота, принимают ребенка, перерезают поповину. Некоторые африканские племена по всей день практикуют грубый метод выдавливания плода. Живот женщины обхватывают тканью и надавливают со всех сил, помогая роженице тужиться. Роды не у всех племен являлись интимным мероприятием. У аборигенов сандвичевых островов было принято созывать публику, причем зрители могли в голос комментировать происходящее и давать роженице советы. Говард Хаггард в книге «От знахаря до врача. История науки врачевания» приводит следующее описание. В середине XIX века один американский армейский хирург наблюдал беременную жену вождя племени Умпко. Хирург свидетельствует, что роженица лежала в хижине, грубо сколоченной из бревен. В хижину набилась тьма народа. От потных тел исходил удушающий запах, в помещении было буквально нечем дышать. Хирург из-за духота и дыма не мог находиться в хижине дольше нескольких минут подряд. Собравшиеся дико что-то вопили, сгрудившись вокруг страдалицы, муки которой только усиливались от доброты ее подруг. На протяжении веков женщины предпочитали рожать в самых разнообразных позах. Например, древние персиянки складывали из камней небольшую пирамиду, о которую упирались руками и коленями. Так проходили роды. Египтянки рожали, сидя на корточках, иногда выбирая в виде опоры, сложенные друг на друга кирпичи. Во многих племенах женщины рожали на коленях у своих мужей или у специально подготовленных людей, помощников повитух. Ацтекская богиня деторождения Тласоль-Теотоль изображалась в позе на корточках, как и предпочитали рожать ее подданные. Китаянки, кстати, тоже предпочитали эту позу, поскольку она была удобна для проведения акупунктуры. Так китайские акушеры нейтрализовывали родовую боль. Широкой популярностью, особенно в XVIII веке, пользовались родильные стулья. Спинка в родильном стуле позволяла роженице сидеть прямо во время родов. Также женщина могла опуститься на корточки, держась за стул. Многие стулья были семейными реликвиями и передавались из поколения в поколение. В Голландии родильный стул был обязательной частью приданного невесты. Отменил родовые стулья французский акушер Франсуа Морис, заменив их на более удобные родильные кровати. Иллюстрации к этой и последующим главам вы можете найти в приложении к данной аудиокниге.